Девушки отдыхают Вот у него были шансы У него гороскоп намного сильнее, чем у Хилари Клинтон Несмотря на возрастной фактор Там такая махина интеллекта Там такой опыт Что он бы в одночасье стал президентом И он бы мог влиять на ситуацию А Хилари Клинтон намного слабее Остальных я вообще даже не рассматриваю Я с ужасом думаю, что будет, если президентом придет Хилари Клинтон Дональда Трампа хотите? Нет, 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 нет Что вы, только не это Только скажите, что гороскопы говорят про Дональда Трампа Не дай бог, конечно А вот, кстати, по поводу Дональда Трампа Я читал гороскоп одного американского астролога Где он написал, что он вообще-то говоря За всю... Вот он анализировал всех президентов, которые были За время существования Соединенных Штатов И он вообще такого даже вообще не встречал никогда А насколько у него сильное качество в его карте Не знаю Тут, вот видите, какие-то абсолютно другие мнения Правда, на него накинулись очень многие его соратники Так скажем, по Перу, да То есть они как-то раскритиковали И сказали, что ничего подобного Но, тем не менее, он как-то обосновал Даже привел карту Если вы хотите, я попытаюсь ее найти И отправить ее вам Ну, вот это как раз-таки человеческий фактор Один видит ситуацию так, другой так Споры, конфликты Программа бы сделала, основанная на опыте На исследованиях А как видите? Ну, во-первых, у него пик сейчас у Трампа А к выборам уже значительный спад Это видно в гороскопе Поэтому к выборам он немножко поутихнет Поднадоест Ну, и он подготовит уже какую-то почву Хиллари Клинтон Умным человеком я его не вижу Он просто говорит то, что нужно Плохи наши дела То есть, в принципе, вы никакого другого лидера не видите Потому что я тоже говорил, что Трамп до выборов не дойдет Это однозначно Но он может как бы создать именно добрую почву для демократов А демократов нам уже сейчас как бы не очень хотелось Но, тем не менее, видимо, не все от нас зависит уже Теперь Ну, выбора, по-моему, нет Там других кандидатов очень слабенькие гороскопы К сожалению, я думаю, именно так же, как и вы Но это не хороший прогноз Но это реальный прогноз И с точки зрения, видите, как получается и астрологии И с точки зрения политологии Примерно то же самое мы имеем Я хотел сейчас на секундочку Вот немножко перевернуть нашу тему Немножко уйти из политики Потому что созрел один такой интересный вопрос Я просто сидел и задумался о гороскопах О известных астрологах О том, что начиная где-то со средних веков Уже там с таблиц Птолемея составляются гороскопы И, тем не менее, вот такой интересный вопрос И, по-моему, он как бы достаточно актуальный Скажите, знание человечества о небесных телах Знание человечества об астрономии Знание человечества о перемещении небесных тел в пространстве Они изменяются год от года То есть можем ли мы говорить, что гороскопы сейчас совершенствуются Или гороскоп, составленный во времена Птолемея Как бы был менее совершенен Нежели гороскоп, составленный сегодня на основании новых знаний Конечно, можно Безусловно, это так и есть В общем-то и люди сейчас умнее Как-то нельзя говорить о том Люди, которые, ну, в общем-то Некоторые примитивные вещи не могли делать Они могли иметь более совершенные знания У них была матрица, основа Вот они что-то к ней прикладывали Что-то вот вокруг нее крутили Что-то получалось Ну, а с тех пор, как уже астрономы вступили Нам помогают, нам дают эфемериды Много информации оттуда Из научного мира Конечно, мы совершенствуемся То есть, в принципе, вы к научному миру ближе Чем, предположим, какой-то астролог древности Который слабо себе представлял, что там движется по пространству Но, тем не менее, на основании чисто визуального наблюдения звезд Составлял свои гороскопы То есть, вы совершеннее И вот такая наука, более уже точная, как астрономия Она к вам подключена Ну, конечно, я без нее себя не мыслю Ага Василина, у меня к вам вопрос такой Скажите, со времен Птолемея Все-таки прошло там более двух с половиной тысяч лет Ну, учитывая прецессию То есть, мы сместились как бы на Ну, примерно 23-24 градуса Как насчет того, сдвинулось ли Вот традиционное наше восприятие Где находится солнце В момент рождения Скажем, я родился 30 августа То есть, я, по идее, дева А, ну, в то же время 23 дня назад Это был лев Так кто тогда я По солнечному я имею в виду додиакон Вот этот вопрос мне далек Конечно, по прецессии Если смотреть Да, сдвинулся знак Но можно тут еще рассматривать и 13-й знак И еще вот эти вот чертоги между знаками То есть, тут не должно быть основы То, на что опираешься А вот цикличность Именно цикличность планет, заложенная в целом Вот весь круг Вот это уже интересно А вот сдвинулся знак солнечный Ну, наверное, это не столь важно Ну, в этом-то, по-моему, и есть различия Кстати, об этом идут и не утихают И по сей день И причем лучшие, так скажем, умы астрологические Они спорят о том Все-таки что-то изменилось И вот опять же традиционно западная астрология Или, скажем, восточная, ведическая астрология Где это как раз-таки учитывается То есть, восточная астрология учитывается Где все-таки была Луна То есть, если мы там, на Востоке Мы скажем о том, кто Зададут вопрос, кто мы по знаку Там, вот, кто мы Если я скажу, что я дева То меня просто не поймут То есть, я как раз-таки не дева Поскольку это не Солнце, а Луна Где была Луна в момент рождения Там главное у них Как вы к этому относитесь? Я вообще, как бы, подальше от себя Убрала вот эти солнечные интерпретации Солнечных знаков Делим гороскоп совершенно по-другому И выглядит это все по-другому А вот эта ярмарочная астрология Когда рассказывает гороскоп Овна Гороскоп Водолея Ну, уже, наверное, как-то мне и неудобно говорить об этом То есть, Василина У меня к Вам вопрос сразу возникает Так все-таки астрология Это точная наука Или в большей степени ассоциативная наука Ну, как литературоведение, предположим Или это точная наука, как математика? Точная наука При условии, что астрономы нам дают точные знания Точную информацию В этом случае точная Все понятно, интересно На самом деле, я бы зазнакомился с Вашими материалами И действительно, это не просто так Надо сидеть и разбираться Даже по той же катастрофе Airbus 321 Пока разберешься в этих графиках Пока разберешься во всех домах Тут действительно сложно Долго этому учиться надо Если я хочу обучиться этой науке И возможно ли обучиться Человеку, который просто захотел? Ну, вот предыдущая группа училась Год, второй пошел То есть у нас есть сейчас и дополнительные занятия Ну, девочки уже там, мальчики консультируют Ну, вот год Год пошел Так если он пошел Это уже как высшее образование Около двух лет И они будут хорошими специалистами До двух лет Ага Ну, это серьезное дело На самом деле Это очень интересно И в принципе, вот как Вы считаете То есть человек Насколько должен посвящать свою жизнь Чтобы быть хорошим астрологом Он может просто запомнить Какие-то определенные количества данных И просто вот так вот вычислять Как вычисляет там физик или математик На основании определенных формул Или все-таки какое-то духовное начало в этом есть И нужно иметь как бы душевное предрасположение К этой науке Чтобы эту науку воспринимать И пользоваться этими механизмами Тем, что она предоставляет Я понимаю, Вы о душе А я бы хотела сказать о том Что человек должен иметь генетическую предрасположенность О, это еще Для того, чтобы у него хорошо пошли эти знания У кого-то действительно Хорошая генетика Для того, чтобы быть психологом У него и астрология Именно вот психотипы пойдет хорошо У кого-то системная часть Самая интересная Развита То, конечно, тоже пойдет астрология Но вот формулы, таблицы Ему будет это интересно То есть астрологи, они тоже разные Ну, а духовность Ну, духовность тоже определена, наверное, генетикой Ну, может быть То есть, в принципе, мы не можем брать Но я вспоминаю Как же, Господи, этого математика-то звали Вот забыл фамилия Просто вылетела из головы Ему формулы казались песнями Что он записывает музыку в виде формул То есть, вот у него такое было духовное восприятие математики То есть, в принципе, астрологи тоже могут быть разными в данном случае Кто-то системщик, да? А кто-то творец Ну, конечно Есть сверх, наверное, астрологи У которых развиты многие составляющие У кого-то там картография, например, очень хорошо идет Важно выявить, какой астролог Какая у него дальнейшая судьба будет Чем он будет заниматься Тогда он получит удовольствие в дальнейшем Ну, вот и, пожалуйста Повышение своего уровня духовности За счет работы Так вот, Василина Вот тут-то и получается интересная картина Что, в принципе, если есть вот такие вот Как бы варианты подхода к астрологии То лучше всего это все объединять В какой-то определенный научно-исследовательский институт Где каждый мог бы как бы вести свое направление А потом все это создавало бы фундаментальную науку Вот таких идей не приходило никому в голову еще Ну, мы еще только недавно школу открыли Чуть больше года До института, я думаю, дорастем Но есть один нюанс Я не считаю, что все эти знания Должны быть открытыми То есть, чтобы каждый желающий мог поступить и учиться Потому что нужно обязательно выявить Расположен сначала человек к этому или нет Если не дано Если это музыкант Зачем ему в астрологию идти? Надо с этим разобраться Вот мы на эту тему, кстати, и говорили Я, когда поехал в Индию первый раз Вот мне было дано понять мое, скажем, предназначение На санскрите называется дарма Или цель жизни Или, скажем, путь к своему высшему я То есть, а как вы это определяете По карте человека, по натальной карте? Ну, конечно, по натальной Но всегда, вот тут есть такой шаткий механизм Который все время перебивает информационный канал Вы знаете, мы ищем свое предназначение Каждый человек ищет Но мы не знаем общее предназначение человечества То есть, вот тут вопросительный знак Это как в формуле Х стоит И никак мы не можем решить эту задачку То есть, прежде чем точить с точностью до 100% Чтобы точно было Нам нужно узнать предназначение всего человечества То есть, разгадать замысел Вселенной Зачем эти 7 миллиардов бегающих по планете Земля Человечков, зачем они нужны? Этого нет в священном писании Где взять? Вы знаете, в чем дело? Я абсолютно уверен Это мое абсолютное убеждение Как бы достаточно прочитав много и серьезных текстов Как бы и в том числе и религиозных текстов Из многих направлений вер и религий Я абсолютно убежден Вы можете со мной согласиться или не согласиться Что человек и вся жизнь человека Это абсолютно не его предназначение И не его воплощение в этом мире Функция человека может быть крайне ограничена Где-то придержать дверь, чтобы старушка вошла в магазин И потом что-то из этого вытечет И больше он ни на что не предназначен Дальше сам То есть, я абсолютно не уверен, что как бы человек Всегда, в каждый момент своей жизни Исполняет какую-то функцию Нет Скорее всего, в замысле у него есть какая-то одна функция Ну и если там у Альберта Эйнштейна есть много этих функций То у кого-то из нас, вот таких вот простых живущих Есть функция вовремя открыть дверь Предположим, придержать дверь в метро опаздывающему человеку И это вся его жизненная функция в общем замысле Может быть и так, не знаю Можете со мной и подскорить Человек мечтает о карьере, о том, что он станет великим Но это в замысел не вписывается абсолютно, да Это абсолютно не вписывается в замысел Я уже приводил пример, что, предположим, какой-то очередной Нобелевский лауреат Опаздывает на совещание, где у него, где ему должны Вот где-то в Манхэттене у нас, предположим Должны подтвердить его изобретение или не подтвердить И он опаздывает И кто-то придержал дверь в метро, чтобы он успел скачать в вагон И успел вовремя быть на этом совещании А в результате меняются технологии жизни человечества Альтернативный источник энергии возникает Но кто-то должен был добраться туда А кто-то должен был придержать ему дверь И вот он уже свою функцию исполнил В жизни дальше делай, что хочешь Ну вот мы не рассматриваем только фракцию маленькую А надо рассмотреть эту всю ситуацию в целом Чтобы найти неизвестное, этот икс Может быть, но на самом деле Есть каббалисты, которые уже несколько тысяч лет Пытаются определить механизмы бытия И до сих пор к чему-то они пришли Но ко всему они не пришли Потому что они все-таки не влияют на общий миропорядок Для чего была создана каббала, собственно Ну я тоже, конечно, в свое время задавалась и сама И задавала вопросы даже православным священнослужителям Батюшка, скажите, почему в Библии есть Как человека создали Как он дальше жил Написаны законы Но не написано, для чего его создали Вот батюшка отвечает Чтобы поклоняться Богу Мне это непонятно Мне это тоже непонятно Потому что я на самом деле считаю Христианство одной из самых примитивных религий в мире Простит мне Господь и все священнослужители И все иерархи церкви, в которой я крещен Но тем не менее, на самом деле Если у какой-то религии меньше всего ответов На какие-то происходящие события в мире На систему целезадач и постановок задач в мире То меньше всего этих ответов у христианства Так по большому счету Или это такой шифрованный текст Как последняя глава Евангелия Которую до сих пор расшифровать нам не удается Во-первых, я прошу прощения Вклиниваюсь в беседу Мне кажется, что Ну, в общем, так описывается Это не то, что мне кажется А так описывается, что когда-то В те древние века, в ведические времена Религия и наука Они шли всегда вместе То есть, все было подтверждено И религия, она не как религия, а как отдельно Мы должны ходить в храм Божий И там молиться и так далее Для каких-то своих целей А именно это было для познания Самого себя, своего высшего Я Поэтому никто и никогда не делил науку и религию Но она разделилась сегодня Поэтому все идет совершенно своим путем И это изначально уже неправильно Более того, она уже объединяются Они теперь в разумных пределах Если брать там русскую православную церковь Которая просто хочет, по-моему, отрицать всю науку И всю общественную науку И все подряд То в последнее время Вот даже вокруг того же Церна Вокруг этого исследовательского адронного коллайдера Когда они нашли этот бозон Хиггса, частицу Бога То в принципе они уже начинают потихоньку объединяться И снова соприкасаться друг с другом Потому что в результате человечества к этому и должно прийти Насколько я понимаю ситуацию Ну будем надеяться, что ничего не изменится Вот недавно наш партриарх В каком-то исследовательском центре Ему на 3D принтере напечатали какой-то храм И он его с собой взял и сказал Что да, у принтеров таких будущее есть Патриарх Кирилл в смысле? Да, да Ну наконец-то он хоть дошел до принтеров Слава тебе, Господи Вразумил ты патриарха И не просто ингджет принтеры А 3D принтеры 3D, да То есть он понял, что творение может происходить и по-другому Ну что ж, бывает даже с патриархами такое Хотя я удивлен немало Хорошо, Василина, скажите Я знаю, во-первых, у вас уже поздновато довольно-таки Я знаю, что у вас рабочий день начинается рано И к вечеру тяжело И мне тяжело, кстати, к вечерам функционировать Поэтому вот последний вопрос, наверное, к вам А мы с Ярославом можем еще немножко поговорить Скажите, вот ваша школа Вы изучаете, вы руководитель этой школы И там находятся студенты, которые изучают астрологию Ну, все-таки главная цель Просто научиться астрологии Ну вот, как есть Калыч Вот обучили человек астрологии Или там какой-то другой науке Он вышел в мир И пошел там заниматься то, чему его научили То есть ваша задача просто научить человека Или научить его для чего-то И я еще никого не выпустила Еще не выпустила? Я вижу, человек работать хочет Хорошо, как вы это видите? Смотрю, что не готов То есть пока человек не будет готов Не навредить А только помочь, где-то направить Тогда только выпустим Но цель всего проекта Исследовательства Вот именно цель Да, цель Ну, вот то, с чего мы и начинали Чтобы была совершенная программа Все понятно Но, кстати, Михаил, обратите внимание Что, в принципе, это мне напоминает Очень наши разговоры с Тодором Тодоровым Который говорит, что главное не навредить Поэтому какую-то информацию Он может как бы немножко придержать Какую-то информацию Не выдавать Для того, чтобы сделать человеку Как бы хорошо Обеспечить его жизнь А не предсказать ему Какие-то невероятные Неприятные вещи Ну да, есть Вообще и поговорка такая Благими намерениями Дальше продолжать Можно не продолжать Дальше можно не продолжать Все знают, о чем идет речь Поэтому Ну, не всегда информация Она, так скажем Правильно используется Правильно воспринимается Можно последний вопрос к Василине Потому что мы как бы Мы вошли в тему церкви Скажите, а на самом деле Вот с православными священниками Вообще с людьми, которые представляют церковь Насколько нормально уживаются астрологи Или все-таки не очень уживаются Или уже какие-то взаимоприемлемые вещи Возникли, чтобы там Никто никого не хотел на костер поставить Ну, есть такие, конечно, индивидуумы Которые готовы сжечь на костре И на сегодняшний день А есть вполне грамотные люди И представители религий тоже грамотные Они нормально воспринимают То есть это опять человеческий фактор Человеческий фактор Если есть интеллект у человека То вряд ли он будет меня сжигать на костре Не все они балуются интеллектом Не все Вот в этом проблема В этом вообще везде проблема Я вам скажу, Василина В этом проблема везде И в науке, и в литературе И в журналистике, и в политике Главное, чтобы у человека был интеллект Но, к сожалению, не все с интеллектом Попадают в эти области И в эти сферы деятельности Ну, хорошо Замечательно Василина, спасибо вам большое Еще раз, дорогие друзья У нас в эфире была Василина Мицкевич Беларусь Астролог Ну, и сегодня у нас была, так сказать Вводная программа Знакомства с Василиной И ее школой Но мы познакомимся поближе Поскольку время уже позднее на территории Беларуси То мы на этом прощаемся Всего вам доброго, Василина Спасибо большое Ну, спокойно Всего хорошего До встречи Василина, спасибо вам огромное Было очень интересно Да, я думаю, что это не последний раз Мы встречаться будем регулярно Потому что, действительно, есть о чем поговорить И есть столько парадоксов в мире Которые мы можем определить для себя И для собственного осознания Чтобы потом еще раз и еще раз задавать себе эти вопросы Вот, наверное, в этом и заключается интеллект человека Когда он задает себе вопросы Сам себе причем Ну, хорошо Пошла задавать вопросы Всего вам хорошего Спасибо вам большое Всего доброго До свидания До свидания Мы прощаемся на этом с Василиной Ну, а уже по поводу того, как мы остаемся в эфире с Ярославом Ну, давайте мы останемся в эфире У нас еще есть какое-то время Мы вполне продолжаем Да, потому что, на самом деле То, о чем говорила сейчас Василина И как бы меня, на самом деле, это заинтересовало Даже не с точки зрения того, что мы говорили об астрологии А с точки зрения того, что, наверное, как бы Всегда астрологов так воспринимали, как шарлатанов Да, там еще что-то По звездам гадают, это называется Такое примитивное понимание Я имею в виду общественное понимание То Василина как раз поставила очень объективный ход Для того, чтобы из астрологии создавать науку, программу Чтобы спрограммировать какие-то вещи И, наверное, это все-таки будет ближе к современному миру Нежели как бы мы воспринимали астрологов Вот-вот пришел я к астрологу, но пророчь мне что-нибудь Ну, астрологи не пророчат Мне понравилась в этом плане интерпретация Павла Глобы Всем известного русского астролога Который сказал Ну, на самом деле астрология Это не так, как многие считают Вот, мол, сейчас он мне предскажет, что такое Там плохое, я буду об этом думать И это будет меня, естественно, каким-то образом Ну, все время я буду думать И это будет для меня очень плохо Нет, он говорит, астрология – это прогноз Прогноз Вот, допустим, как у нас в Америке есть First opinion, second opinion, third opinion и так далее Мы приходим к врачу И врачи нам дают прогнозы Они нам... Вот если они нам дают диагноз Вот тогда это уже будет, так сказать, предсказание А пока это прогноз Что произойдет? Вот, как мы уже обсуждали этот момент Когда Майкл Дебекки сделал аортокоронарное шунтирование Или байпэс Ельцину Он сказал Батенька, если вы будете вести такой образ жизни Следующий сигнал будет сильнее Ну, вот это был прогноз Он предсказаний никаких не делал И диагнозы он никакого не ставил Хотя, конечно, диагнозы там, они существуют Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok